Девушки отдыхают Волейбольный клуб — это не спортзал, это... Я не буду... На всякий случай. Здесь легко перепутать. Располагаемся на одном санкерном этаже. И эта программа, на самом деле, она предназначена для вас. Чуть-чуть потише микрофон. Чуть-чуть. Эта программа предназначена для вас, и сегодняшнее обсуждение тоже посвящается вам. На самом деле, вы главные люди сегодня на этой программе, и мы, включая меня, самого всем, и группа поддержки, группа встреч и гостей. Эти программы, на самом деле, начались очень давно в нашем движении, в обществе сознания Кришны. Основатель нашего движения Шилы Паупада, приехав на Запад в 65-м году, движимой волей своего духовного учителя Шилы Бактисиданте Сарасвати Такура. Он столкнулся с очень трудной задачей, потому что оказалось, что эта философия и образ жизни, они шли в резкое противоречие, вступали с образ жизни и менталитетом людей на Западе. И Шилы Паупада вспоминал, что когда он пришел, приехал на Запад, вступил, было ровно 40 лет назад, практически 40 лет назад, первый раз на американскую землю, он посмотрел... А, прошу прощения, 50 лет назад, да, 50 лет назад. Он посмотрел вокруг, и достаточно было кинуть мимолетный взгляд, чтобы понять, как живут, или жили эти люди, но образ жизни с тех пор не сильно поменялся. И он сказал, что... Он вспоминал потом, что в тот момент он понял, что стоит ему открыть рот и начать говорить о тех ценностях и том образе жизни, который он принес дать этим людям, как, скорее всего, ему скажут, знаете, что с вами же, садитесь, пожалуйста, на ваш пароход и плывите обратно в Индию. Он сказал, что то, что я принес людям, было революционным. И под революционностью мы, конечно, не имеем в виду образ, стиль одежды или прически, этим сейчас никого не удивишь абсолютно. Невозможно быть революционным в нашем обществе. Но только если какой-нибудь зимний одежде летом по Невскому проспекту, то это сойдется революционность. Но сейчас люди совершенно привыкли и воспринимают совершенно адекватно любую форму одежды и внешнего вида. Но ценности, которые принес Швейлова Привопада на Запад, и собирался не просто как-то скромно предложить их желающим, но он собирался и твердо был намерен сделать их достойной альтернативой образу жизни людей. Вот это была его задача максимума. С тем, чтобы, как он сам потом формулируя направление или стратегический план развития нашего движения, этого общества, с тем, чтобы, как он сказал, восстановить ни много ни мало неправильную, разбалансированную систему ценностей в обществе и дать людям другую достойную цель для жизни. И чтобы также сплотить и объединить людей вокруг этой цели жизни. Цели, с одной стороны, достаточно чистой и, можно сказать, узкой, чтобы сделать людей по-настоящему возвышенными тем, кто следует этой цели. С другой стороны, достаточно широкой, чтобы все люди, независимо от их убеждений, от их образа мыслей, от их социального уклада и каких-то убеждений, мировоззрений, все они могли найти в этой цели что-то свое. Все. Задача абсолютно, можно сказать, невыполнимая. Шива Попад иногда даже не то, что иронизировал, но замечал, что в этом мире уже существуют и были сделаны попытки объединить людей на основании каких-то общих ценностей. И мы часто слышим это высказывание, общие ценности, общечеловеческие ценности, традиционные ценности. Хотя само слово традиционные ценности еще не означает, что эти ценности хорошие или достойные, потому что традиции разные бывают, в конце концов. Я помню, что когда несколько лет назад на этом преснопамятном судебном процессе на Бхагавадгите зачитывались показания экспертов, которые сочли Бхагавадгиту экстремистской книгой, то вот как раз вину они ставили Бхагавадгите, в том числе один из пунктов в том, что она отваживала людей от традиционных ценностей русского народа, таких как «Но я не буду, знаете, давайте мы сделаем паузу здесь, и каждый может домыслить сам самостоятельно, что ставилось в Бхагавадгите в вину». Поэтому ценности бывают разные, но Шила Бхагавада, он хотел дать, и успешно это осуществил, как мы знаем, вечные ценности, которые по-настоящему делают людей, следующих их людьми. Иногда его слова, его проповедь звучала достаточно резко, но если заглянуть в основу его резких высказываний некоторых или утверждений, то в их основе всегда лежало не только человеколюбие и глубокое сострадание, но и настоятельное, отчаянное, можно даже сказать, желание дать людям альтернативу как можно скорее, потому что жизнь человека не только коротка, но она внезапно коротка, как мы знаем. Воспоминали историю про то, как Шила Бхагавада однажды, выслушав, это были 60-е или 70-е годы, в 70-е годы выслушав рассказ одного из своих учеников, который отправился тогда в бывший советский, тогда в советский лагерь, в Венгрию. Приехав обратно из Венгрии, он рассказывал людям о том, как шили попать, о том, как жили люди в Венгрии в то время. Ну, сейчас Венгрия – это процветающая страна Евросоюза, но тогда она была частью советского блока, и про Бхагавада услышал из-за своего ученика о том, что люди стояли там в очереди за такими совершенно необходимыми людям вещами, как сахар, как крупа, как масло. И многие из нас, наверное, помнят такие времена. Я помню очень хорошо. И когда Бхагавада услышал об этом, то из его глаз покатились слезы. Он не был сентиментальным человеком, который легко поддавался эмоциям, он был в высшей степени собранным, мужественным даже, можно сказать, с легкостью переносил любые испытания, но сердце его при этом было очень мягким. Он сочетал в себе эти удивительные и кажущиеся несовместимыми качества с одной стороны холодный разум, железная воля, целеустремлённость, которые часто делают людей, целеустремлённых людей, безжалостными и жестокими, или по крайней мере бездушными и чёрствыми по отношению к людям, которые к ценности и цели не разделяют. Но Шилатопада отличался при этом удивительной мягкостью и состраданием, которые позволяли ему чувствовать боль других как свою собственную. Или, вернее, сказать не то, что испытывать боль других как свою собственную, потому что такая боль всегда будет как-то нивелирована, как-то ретуширована нашим восприятием. Мы не сможем почувствовать боль другого человека как свою, как бы мы ни хотели. Но он испытывал свою собственную боль при виде страдания других. Вот это называется состраданием. И поэтому целью его было ни много ни мало, то есть ни в коем случае не распространение какой-то узкой догматичной системы религиозного мировоззрения, какой-то экзотический взгляд на вещи. Кому-то он может быть очень привлекательный, интересный, но Шиллопада не разменялся на такие внешние формы. Он хотел дать людям другую цель жизни и об этом очень смело говорил. Однажды, когда он приехал в Англию первый раз, и как мы знаем, Англия имеет определенный, до сих пор может быть сохраняется определенный комплекс по отношению к Индии, потому что Индия, как и оставшиеся половины земного шара, были колонией Англии. И Англия привыкла в то время, по крайней мере, эта память еще была свежа к своему положению деспота и гегемона. И когда Шиллопада приехал в Англию в 1968 году, в первый раз, его ученики, которые высадились десантом до него и провели соответствующую подготовку, они открыли центр, они познакомились ни много ни мало с самыми известными людьми того времени, известными не только в Англии, но и в мире, Битлз, которые были на слуху у всех, и которые были кумирами миллионов людей. Они познакомились с ними, подружились с ними, проводили программы, уже сделали это движение Хари Кришны известным и даже модным. И когда его ученики подготовились к визиту Шиллопада, Привопада приехал, прилетел на самолете в Лондон, в аэропорт Хитро, и там его встретила целая бригада журналистов, которые хотели узнать, что может дать нам этот индийский свами из бывшей колонии Англии того, что у нас нет. И с таким вопросом, с вызовом они обратились к Шиллопаде. Один из них задал вопрос, ну а что вы сюда пришли нам дать? Подразумевая, что дать нам нам нечего, особенно вам, что вы можете дать нам? И Шиллопад ответил на этот вопрос словами, я приехал дать вам то, что вы забыли. Следующий вопрос, уже в другой тональности, что же это? Это Бог, сказал Шиллопад, вы забыли о Боге. Кто-то из вас говорит, что его нет, кто-то из вас говорит, что он мертв, кто-то из вас считает, что Бог — это какая-то абстрактная концепция, которая лишь, ну как бы затыкает дыры в нашем мировоззрении. То, чего мы не знаем, страх перед неизвестным, мы затыкаем понятием Бога. Но я пришел дать вам Бога, которого можно и нужно, или даже более того, невозможно не любить. Это Бога, с которым вы можете иметь близкие отношения, и отношения, с которым наполнят вашу жизнь таким совершенством и таким счастьем, что вашего счастья будет хватать не только на вас, но и на всех остальных. Вот это то, что я принес вам дать. И все остальное, внешние формы, одежды, прически, и даже в какой-то степени диета, хотя многие, я уверен, многие наши гости и многие из нас даже с вами пришли в соприкосновение с этим движением через вегетарианство. Так сказать, довегетарианились. Но все это лишь тростепенные или третьестепенные детали. То знание и глубокое понимание, опыт, который принес Шрива Прабхупада, здесь очень важно, это ключевое слово «опыт». Оно означает, что сам Шрива Прабхупада, приехав на Запад, жил тем, что он принес дать людям. И вот это то, что вдохновляло и что поражало всех соприкасавшихся с ним между его внутренним и его внешним миром, между тем, каким он был, ну как вчера, что-то про Буналекцию сказал, в свободное время, и тем, кем он был на публике, между этими двумя вещами не было никакого пробела, не было разницы, не было никакой дисгармонии. Он был тем, о ком он и о чём он говорил. Настолько, что когда он приехал, опять же, в Америку в первый раз и проводил программы для людей, которые сделали своим кредо в жизни неприятие каких-либо авторитетов, хиппи. Хиппи — это движение, которое возникло в результате массового протеста, внутреннего протеста молодых людей, молодого поколения, часто образованных, обеспеченных молодых людей против засилия системы, винтиками которых, которые они не хотели становиться. И они протестовали, как могли, против этой системы, ведя совершенно неподобающий и неприемлемый для этой системы образ жизни. И одним из кредо этого движения хиппи было неприятие каких-либо установок, запретов, предписаний, догматов и авторитетов, особенно от людей, которым было за 30. И приехал Шива Пропада из общества, которое жило, и которое было глубоко пропитано, и которое было построено на запретах, предписаниях, на строгих ограничениях, на традиционных ценностях, которые передавались из поколения в поколение, и которым было за 70. И вот он, приехав с этим посланием высшего авторитета, посланием Бхагавадгиты, посланием Бога, столкнулся с необходимостью проповедовать тем людям, которые приходили к нему на программу. И приходили они, большинство из них далеко не за философией. Большинство из них приходили за бесплатным питанием, просадом или за угощением, которые с вами же Шива Пропада готовил сам. И весть о котором разнеслась сразу очень быстро. Бесплатно и очень вкусно. Что может быть привлекательнее для хиппи, для студентов. Когда я в свое время тоже начал, как сказать, примиряться или приноравливаться к этому образу жизни, начал готовить сам, будучи студентом, живя в университете, в общежитии, и стал готовить, я также узнал о том, что то, что я готовлю, нужно раздавать людям. Я не выходил, как иногда ведическая традиция предписывает, в коридор, и не кричал, все, кто голым, заходите. Если я так делал, я, наверное, с вами не сидел бы, сейчас не разговаривал. Но этого не требовалось, потому что у студентов есть особое шестое чувство. Я не буду озвучивать название этого чувства, на что у них нюх. И они очень легко, очень быстро приходили и раздавал на то, что я готовил. И я поражался тому, что каждый раз это было, пожалуй, моим первым, ну, как сказать, первым соприкосновением с чудом. Потому что мы все ждем какого-то чуда, особенно когда мы с религией соприкасаемся, мы должны какие-то чудеса увидеть. В католицизме невозможно быть канонизированным, если ты не сотворил какое-то чудо. И два чуда нужно, да, во время жизни сотворить, чтобы стать канонизированным. По крайней мере, одно чудо точно произошло. Я полуканонизирован, можно сказать. Потому что я умудрялся кормить этим пятью хлебами 500 человек, которые приходили каждый раз. И каждый раз всего хватало, и все были довольны. Студент, голодный студент. Это в девяносто, там, каком-то первом-втором году. Матышев Дулы, правда, вспоминает, знает, что это было за время. Они были все удовлетворены. Я был счастлив, что тоже было очень необычно. И тем, что я раздавал. И самое интересное, что всего хватало. Матышев Дулы, продукты приходили, как в полновение молшебной палочки, сами собой. Каким-то образом. Не то, что прям стучаю из двери и стоит мешок картошки. Но как-то так вот все организовывалось. И Шилбру Падо показался примерно в таком положении, когда люди приходили к нему на это бесплатное угощение. Слава о нем очень быстро разнеслась. Он по-настоящему был очень хорошим кулинаром. И также секретом его кулинарного искусства было, помимо его умения, он учился готовить матери своей, просто наблюдая за тем, как она готовила. Я сам лично наблюдал удивительную картину, как готовят вот эти бенгальские матери. Не повара, не шеф-повара, не кулинары, а матери, которые каждый день нужно готовить по много-много блюд для всей семьи, большие семьи. Это невероятное что-то. Просто я смотрю и не вижу, не замечаю, каким образом возникают готовые блюда. Причем никакой спешки, никакого раджеса, никаких криков и прочитаний. Все очень спокойно, чинно. И возникает огромное количество удивительных вкусных блюд, не похожих один на другое, одно на другое. И Шилбру Падо дал таким удивительным свойством готовить очень вкусно и очень много. Очень преданные, которые стали с тех пор, вспоминают, что самым запоминавшимся, запомнившимся и самым глубоким впечатлением самскара и в их сердце осталось то, что они ели это очень вкусное блюдо, которое с вами же сам готовил и сам же раздавал. Они даже не знали название его, но самое глубокое позитивное чувство от этого было в том, что они знали, что там в кастрюлях еще очень и очень много, и на всех хватит. И Шилбру Падо начинал с этого. И когда также, поскольку еда едой, но нужно также о чем-то говорить, они говорили о Кришне, о философии, преданные вспоминают, что когда Шилбру Падо говорил о философии, говорил о необходимости служения Богу, говорил о том, что все мы, тоже была революционная идея, частицы, абсолютной частицы Бога, каждый из нас или каждая из нас является крошечными духовными искрами, вечными, неизменными, полными блаженства, знания, переселяющимися из одного тела в другое, точно так же, как мы в течение нашей жизни меняем одежды, в течение дня часто меняем одежду. И эта душа изначально имеет отношение к Богу, непосредственно личную связь с Ним. И каждая душа у Бога на особом счету. Нет никого, кто бы был заменимым у Бога. Но, как говорят здесь иногда, так достаточно цинично, что незаменимых людей нет. Или еще более цинично говоря, что кладбища полны незаменимых людей. Но вот эта незаменимость и чувство, которое каждый из нас, и каждый из нас носит в себе, желание быть особенным или особенной для кого-то, это чувство изначально унаследовано нами от наших отношений с Богом, которое никого из нас не забывает, и каждый из нас очень бережно хранит. Настолько, что, сам он говорит, «Никогда не было так, чтобы кто-то из нас не существовал». И Кришна дальше обещает Бога Вангите. «Никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Ни я, ни ты, ни все эти». И Прабхата говорил об этом, но также он не мог не сказать о том, что для того, чтобы прийти к служению Богу, и чтобы по-настоящему быть воспринятым в наших взаимоотношениях с Богом серьезно, необходимо действовать под руководством того, кто очень дорогому. Это тот или та, кого называют духовным учителем или гуру. Из-за слова тоже имеют очень много разных коннотаций, люди по-разному воспринимают. Но Шрила Прабхата, говоря об этом, этим молодым запомните, кем, кому, студентам, не студентам, хиппи, которые не принимали никаких авторитетов, и для которых сама мысль о том, что нужно кому-то подчиняться, была табу, строгим запретом. Он говорил об этом, он говорил о том, что необходимо принять гуру, который приведет к Богу, который научит вас, откроет ваши глаза и повернет вашу голову в нужном направлении, который будет жить вашим духовным благом лучше, чем вы сами сможете делать это. Но он при этом описывал качество этого гуру, какой он должен быть. Он должен быть смиренным, чистым, знающим, он должен принадлежать к авторитетной цепи ученической преемственности, он должен быть, отличаться качествами святого, он должен быть абсолютно бескорыстным в взаимоотношениях и ничего не желать для себя. И говоря об этом в третьем лице, Павпада ни разу за все эти месяцы и даже года не сказал, и вот я такой, вот я гуру, предайтесь мне, никогда, ни словом, прослушайте все эти лекции. Но в какой-то момент времени его, еще не знавшие того, что ученики, ученики сидели и слушали его, и они вдруг начали понимать, у них стало это домино или мозаика складываться в какую-то единую картину, они вдруг стали сопоставлять все, что они слышали, и они слушали Павпада с большим уважением, потому что слова его не расходились, делал, мол, очень подлинным, настоящим. И вдруг они его обнаружили, подождите-ка, подождите, так вот тот, о ком говорит Павпада в третьем лице, вот такой гуру, похоже, с вами же есть самый гуру. Это было открытие для них. Они думали, что да, спасибо большое, с вами же, мы сейчас поедем гуру искать в Индии, вот того, кого вы нам описали, но оказалось, что ехать никуда не нужно, он здесь. И следующий шаг, который они не могли не сделать, были вынуждены сделать изнутри, это сказать, а можно мы вас примем, гуру? И Шилл подыскал, да, конечно. Скромно очень. Потому что понимал, что он их единственная альтернатива. Так или иначе, вот эти программы, которые мы проводим сейчас, они выросли из тех первых встреч, первых бесед у них, вот это общее начало, этот генетический код у них такой же точно. Мы все собираемся вместе, говорим о Кришне, мы раздаём, готовим, раздаём просад, пищу, которую мы стараемся готовить по рецептам Шилл, по упадам, сколько это возможно в нашей полосе и с нашими возможностями такое количество человек. Поэтому эта программа предназначена для гостей, для тех из вас, кто пришёл сюда в первый раз по разным тропам, кто-то через вегетарианство, кто-то из интереса к йоге, кто-то, потому что кто-то из ваших знакомых или близких пригласил вас, и те изменения в нём или в ней, которые произошли за какое-то время знакомства с нашим движением, и вас убедили в том, что, по крайней мере, ничего плохого здесь ожидать не стоит, точно. Поэтому эта программа не для вас, чтобы вы познакомились с божествами Шиши, Нитай, Ворачандра, поближе. Тут вы услышали, что не день рождения, скоро. И наверняка у кого-то из вас возникли вопросы, а кто же родители этих божеств? Кто же таких красивых божеств? Должны быть очень красивые родители, если они день рождения, значит, они рождаются, да? Особо интересный вопрос. У Бога есть родители или нет? Кто является основой и началом Бога? Откуда он берётся? Он рождается, но при этом он не рождён. Действует бездействующий. Больше и больше, меньше и меньше одновременно. И вот с этих знакомств может начаться ваше удивительное путешествие в мир, который принёс Шилл Крупана. Он не принёс, как мы сказали вначале, ни догму, ни какую-то концепцию, ни просто какой-то альтернативный образ жизни, но он принёс мир, новый мир, другой, параллельный мир, который практически не пересекается с этим. Это мир, тот, которого искали великие философы Сократ или Платон, описывали в своих философских трудах об этом, этот идеальный мир, тусклым отражением которого является наш. Они говорили о мире идей блестательных, совершенных и бесконечно привлекательных идей, слепком с которых является наш мир. Кант, философ Кант, Эммануэл Кант, писал свои мудрённые работы о том, что, как он говорит, категорический императив, нужно действовать ради, общаясь с людьми, нужно действовать ради того, чтобы людям было хорошо, и считать счастье людей конечной целью, не считать их инструментами для достижения своих целей. Звучит очень красиво, верно? Построить бы общество по такому принципу, чтобы все люди относились к другим, к конечным точкам приложения своих усилий, чтобы всё было не как боксёров, в смысле, конечная точка приложения, но как людей, которые бескорыстно любят других, действуют ради блага других. Звучит очень красиво, и поэтому он стал великим философом. Но фактически никто, включая его само, не смог жить в соответствии с его философией. Как говорится, в теории нет разницы между теорией и практикой, но на практике эта разница есть. И поэтому этот мир, о котором говорили философы, о которых искали публицей, о котором поют поэты, все, на самом деле, как Джордж Харрисон с урами написал предисловие, книги о Кришне, он написал, все ищут Кришну, все ищут эту изначальную любовь, изначальные взаимоотношения, тусклым подобием которых являются отношения здесь, в этом мире. Но самое важное в этих взаимоотношениях, в этом мире заключается в том, что для того, чтобы найти его и жить в нём, нам не нужно никуда уходить. Мы можем жить здесь. Этот мир, может, хотя он параллелен, хотя он недосягаем, чист, его называют вайкунхой, местом, которое лишено беспокойств, мир, который «Я то вачо не вартэнте апраппиа манаса саха», достигнув, не достигнув которого, посрамлённые возвращаются обратно. Кто? «Я то вачо не вартэнте апраппиа манаса саха». Речь и ум, не достигнув этого мира, возвращаются обратно. Они могут описать, они могут дотянуться до него. Они хоть не могут даже начать представлять о том, как там. Но этот мир есть. И доказательством того существования этого мира являются кто? Великие души, которые, подобно Шейли-правпаде, приходят в этот мир и своим характером, своим поведением, своим примером, своим состраданием проявляют этот мир здесь. В Ригведе есть мантры, которые часто повторяют жрецы или священники, поклоняющиеся Божелствам на алтаре, или, как мы их называем, куджари. Они говорят, «Ом тат вишнох парамам падам садапа шьянти сураях дивива чакширататам тадвипрасави пани о джагримах сахсамин дате вишнух тат парамам падам». В этом стихе, или при мантре из Ригведы, в древнейшем литературном памятнике мира, этот памятник является отражением или наследием той великой культуры, в которой он возник, или то, что возник, он существовал там как основу или стержень этой культуры. И в этом стихе говорится «Ом тат вишнох парамам падам» Мы смотрим снизу вверх на эту великую обитель, обитель Бога, духовный мир, в котором все полно наибольшего, гораздо большего, гораздо более привлекательного и ослепительно красивого многообразия. Мы смотрим на эту обитель снизу вверх, потому что оттуда, из этой обители, сюда они сходят те, кто приносит ее нам сюда. Суры, вернее, сури. Означает «Великие поэты». Поэты не в смысле умеющие слагать стихи или рифмы, которые могут сделать из любого предмета, который они наблюдают, какое-то длинное-длинное произведение. Я помню, я поражался способностям некоторых великих поэтов, лауреатов Нобелевских премий, в том числе, я не буду называть по имени, но один из них написал стихотворение «Муха». И там на четыре страницы, причем читаешь, удивительно, «Как можно так на муху смотреть?» Вот реально вдохновляешься таким видением. Или «Бабочка», другое его замечательное стихотворение. Это очень глубокое философское стихотворение, но не об этом речь. Не такие поэты, которые берут что-то, в принципе, недостойны нашего внимания и застряют наше внимание на этом объекте. Это поэт. Но под поэтизмом или вообще под искусством в целом, если говорить об искусстве, под искусством понимается не только способность отражать нашу реальность каким-то образом, но делать это так, чтобы люди, воспринимая отраженную реальность, возвышались духовно. Вот это настоящий поэт или настоящий деятель искусств. Музыкант, поэт, художник, все, что будет, кинематографист. И поэтому эти личности, нисходящие с духовного мира, жители того мира, приходящие сюда, их называют в этом стихе Суи, что означает поэты. И они, приходя сюда, в этом стихе говорится Сурая, тогда Пашянти Суи. Они всегда видят этот мир, никогда не сводят с него своих глаз. Так, знаете, как человек, который влюблен или влюблена, у них всегда в глазах стоит определенный туман, дымка, потому что они, смотря, они смотрят, видя, не видят. Они смотрят и думают и видят объект своей любви везде. В читании Ширитамити говорится то же самое. Человек, охваченный любовь, в данном случае к Богу имеется в виду, он видит во всем и во всех объект своей любви. Он не видит движущиеся или неподвижные объекты. Так вот, эти люди или личность нисходящие из духовного мира несут в своем сердце духовный мир. Не кусочек его, не слепок, не какой-то отпечаток, а целый ком духовный мир полностью. Парадоксальная вещь, что можно принести духовный мир во всей его полноте, в любую точку этого мира. И эти личности, для Кида Шилаврапада, приносят духовный мир с собой. Тогда Пашьянти, Сурая, они видят его постоянно, Дива Чакшуа, это там. Они дают нам то же самое трансцендентное видение, чтобы мы могли теперь, посмотрев на мир их глазами увидеть этот мир, который видят они. Ну как, например, проникнуться в любовь к какому-то человеку, допустим, вы хотите кого-то полюбить и не можете. Иногда возникает вопрос у нас, а вот как, например, избавиться от заисти? Нормальные люди себя таким вопросом не мучат. Только у преданных такие вопросы появляются. Как себя от заисти избавить? Это вожделение, еще более странный вопрос. Люди, у которых нет вожделения, они к врачам идут, обычно. Платят большие деньги, но тут, оказывается, у нас совсем другая система ценностей. Все. Когда оно есть, это проблема, потому что оно идет вразрез с теми ценностями духовного мира. Там нет ему места, нет места вожделения. И мы начинаем видеть, да, и вопрос, как, наверное, полюбить человека, который мы хотим полюбить, но не можем. Для того, чтобы полюбить кого-то, нужно посмотреть на него или на нее глазами того, кто его или ее любит. Вот это самый лучший способ. Шрива Прабхада приводил пример и пословицу из Бенгарии, пословица, которая звучит так. Кана, Камала Лочина или Анда Камала Лочина в глазах любящей матери. Даже если у нее родился слепой ребенок, он лотособокий, у него прекрасные глаза, потому что она любит. И точно так же Шрива Прабхада и такие святые, как он, могут своим общением, словами, поведением и даже просто молчаливым соприкосновением дать нам такой опыт духовной жизни настолько сильный, что нам захочется его искать. Поэтому очень опасно общаться с такими людьми. Вообще, с одержимыми общаться опасно. Можно поддаться такой же одержимости, но общаться с одержимыми духовной жизнью, с одержимыми любовью к Богу опасно вдвойне, потому что их предмет одержимости не только очень сильный, но очень привлекательный, очень чистый. И поэтому, если вам дороги прежние, обыденные, серые, скучные цели материального мира, не приходите к нам сюда. Мы сегодня вспоминали о одном очень известном в наших кругах махараджи, проповеднике Дева Маритиса Сами, который, придя на какую-то радостную церемонию людей, он, в основном, вот такой человек, который носит духовный мир и раздает его другим миром. Когда он открывает рот и начинает говорить о духовном мире, все замирает. И люди по-настоящему попадают туда, в этот мир, о котором он говорит. Он, придя на какую-то церемонию такую, то ли это была свадебная церемония, то ли это была церемония новоселья, он должен был что-то сказать. И с одной стороны, сказать вам какие-то приятные вещи, ну какие, вот живите до старости, никогда не болеете, никогда не ссоряйтесь. Мы желаем, мы сами не верим в то, что мы желаем, да? Счастья вам, здоровья, радости, ну такие стандартные, по-разному, это разнообразие как-то их переставляет местами эти пожелания. Здоровье, счастье, радость, радость и счастье, здоровье и так далее. Немного там, шесть получается вариантов по комбинаторике. Вот я пришел, пришел к этому, он должен был сказать им что-то воодушевляющее, что-то очень приятное их сердце, потому что церемония настоящая, радостная, мы рады за них. Но в то же самое время нельзя идти на компромиссы, нельзя слишком большие и заведомо неисполнимые ожидания воссоздавать у таких людей, потому что, ну, если создашь, они еще воспримут это за благословение, то разочарование будет удано горьким. И поэтому Ахараш думал, как бы сформулировать мне с одной стороны вот эту вот теплоту и радушие, с другой стороны не поступиться философской точностью в этом пожелании. И он сказал, я желаю вам обрести как можно больше счастья в мире, где счастья нет. Это звучит, может быть, жестоко, но, еще раз я повторю, если бы мы не могли дать альтернативы, реальные альтернативы, альтернативы, которые не нужно ждать, не нужно дожидаться этого потустороннего мира, в котором она ждет нас. И непонятно, есть ли она там или нет вообще. Но однажды Шиллопада спросил у своих учеников, ну вот, и выгл уже довольно долго следуйте за мной, вы следуйте этому процессу, говорите о Кришне, проповедуйте о Кришне. У него все проповедовали, все говорили, причем проповедовали не потому, что они им говорили, а потому, что они очень хотели поделиться этим открытием с другими. Даже маленькие дети. Была девочка с Арасвати, которая фактически родилась вот так вот в движении. Имеется, не то, что мама была на ходу у нее, но в движении вот в этом, в бескон нашем обществе. она приехала с мамой контрабандой в Англию, потому что была в Елоне. Она там родилась, в Англии, по-моему, девочка с Арасвати, маленькая. И она с самого детства, она впитывала в себя все, что связано с Кришной. И она стала очень быстро рассказать другим людям об этом. и она подходила, дергала людей за рукав, потому что выше не вытягивалась. Дергала за рукав, и люди смотрели вниз на тех, на того, кто их там дергает на улице Лондона. Я смотрела вверх на них и говорила, «Ты знаешь, кто такой Кришна?» Я говорю, «Нет». Но зря еще было удивительно. Девочки подходят с открытыми глазами, такими, как эти ромашки. И она говорила, «Кришна – это верховная лисеть Бога. Что еще можно ответить взрослому человеку на это? Ты веришь в него?» И это был очень серьезный вопрос, потому что сказать «да» или сказать «нет» было одинаково сложно на этот вопрос. Невозможно было отказать такой девочке. Но, с другой стороны, опыта у них еще не было, поэтому они говорили, некоторые говорят, «Ну, как бы нет». И Саватя говорит, «Тогда ты демон». И шла к другому. Что дети? На детей никто не обижается. Дети, старики, они могут говорить что угодно, идти куда угодно. Никто их за это не не ругают. Все проповедовали, поэтому. И Шривопада однажды спросила своих учеников, «Вы всем говорите о Кришне?» А с чего взяли, что Он есть вообще? Как это так? То есть, Его само присутствие, Привопада, само даже физическое присутствие Его, оно само без слов, без проб, без аргументов, оно само низводило, оно само как бы убеждало людей в самоочевидности духовного мира, что Он есть, и что можно жить в Нем, жить в Нем-сам-здесь. Просто когда Он входил, вспоминали предный, в комнату, от одного Его движения по комнате уже все сомнения в существовании духовного мира, в достижимости духовной реальности и в насущной необходимости жить таким образом отпадали сами собой. Для этого есть глубокая философская основа, на которой мы сейчас останавливаться не будем, но она есть. Есть объяснение такому феномену того, что даже такое немое беззвучное соприкосновение с носителями духовных истин, оно убеждает людей. Это самый важный факт, самый важный аргумент в пользу существования духовной реальности. Так иначе, когда Он у них спросил, так верите Вы в Бога, откуда Вы взяли, что Кришна есть? Вот когда Вас люди спрашивают где-нибудь, с чего Вы взяли, что Кришна, вот Он там нарисован, Кришна, здесь Он стоит сам в двух формах и вообще везде есть Кришна, почему Вы считаете, что Он есть? Как Вы докажете это людям? Один из учеников самый смелый сказал, ну, Вы же нам говорите, Шиллупад об этом, Вы и Шастры, то есть Священные Писания говорят о том, что есть все Священные Писания Вет, это глубокая культура, уходящая корнями в миллионы лет, то есть даже непонятно, ученые не могут последить начала этой культуры, они могут последить начала носителей каких-то текстов этой культуры, потому что они имеют материальный носитель, книги или глиняные таблички, но саму культуру последить спать невозможно, и они что только не делали, они исследовали аналы, пытались найти истоки этой культуры с помощью разных археологических, лингвистических, даже, как они называют, археоастрономических методов, то есть, когда звезды, положение звезд пытались вычислить, когда звезды были, в какое время были в том положении, в котором они описаны в ведах и находят такие даты, как 60-70 тысяч лет, 50 тысяч лет назад, а то может гарантировать, что они не были просто записаны в документе, как они так стояли в небосклоне, людьми, которые жили до этого, такой же культуры, поэтому вы говорили Шиллопады, Шастры говорят, казалось бы, куда более надежный аргумент на Шиллопады сказал, ага, ну понятно, то есть ты получается слепо следуешь мне и Шастрам, да, слепо, это как-то убедительно звучит для вас вообще слепое следование, Попад говорит, нет, это не годится, другой говорит, ну вот сейчас мы же следуем, мы повторяем святые имена и мы скоро-скоро очистимся и увидим Кришну, так же, как там видите вы, Попад говорит, ну вот ты 4 года уже или 5 лет повторяешь, что ты увидел, ты увидел что-то? Мученик, будучи честным, сказал, ну как бы нет, ага, значит возвращаемся к первому пункту, слепое следование, и когда ученики исчерпали все свои аргументы, их ненадолго хватило, и Попад сказал, на самом деле вы просто чувствуете, вы чувствуете Кришну, вы чувствуете Кришну, его присутствие в сердце, как счастье сопоставить, с которым в этом мире ничего невозможно, которое полностью восполняет все чаяния души, вот той самой души, о которой говорят веды, не о той, о которой поют мирские поэты и писатели, которые в пятки уходят, там, настоящая душа не уходит в пятки, можно точно сказать, которая кровью обливается, тоже не обливается на крови, но это та самая душа, атма, которая вечно исполнена блаженство, знания, которая ищет в этом мире того, что она потеряла свои связи с Кришной, с Богом, которую невозможно ничем заменить, и именно из-за нашего желания найти замену этой незаменимой связи с Богом и является это наше отчаянное желание найти эту замену и является синонимом или формулой или движущей силой материального существования. Так вот, вот это, это тот самый дар, о котором мы говорили, который принес Шиллоплапада, это удивительное путешествие, этот удивительный мир, начинается он с с ничего не предвещавшего посещения центра Гауры, с людей, которые так живут, их здесь очень много, посмотрите от себя направо и налево, и каждый, вы увидите особую личность, у каждой из этой личности особая история, и у каждой есть маленькое чудо, вот если у вас будет возможность после этой программы, подойдите к кому-нибудь, кто прилинулся вам из наших постоянных посетителей, и поговорите с ним или с ней о том, какое чудо привело эту душу, какое чудо привело это чудо сюда, в наше общество, каким образом они познакомились, что в их жизни поменялось в лучшую сторону, я уверен, что вы сможете написать свою книгу из таких рассказов, эта книга на самом деле уже написана, есть книга, которая называется «Как я пришел в сознание Кришны», и это книга чудес по-настоящему, я могу также про себя сказать, что такое же чудо в какой-то момент произошло со мной, и то, что я пытаюсь эти годы делать, это не испортить каким-то образом то, что дали мне, как я теперь понимаю, незаслуженно, авансом, и самый лучший способ оправдать нашу эту незаслуженность и оправдать то, что нам доверили, носить так же в себе, или по крайней мере быть сопричастным этому духовному миру, самый лучший способ, что мы можем делать, это быть достойными, пытаться выглядеть и вести себя так, как должны вести, и выглядят те люди в духовном мире, а как они ведут себя, как в духовном мире ведут себя эти совершенные, идеальные личности, очень просто, они просто бескорыстно служат друг другу, это кажется совершенно бескорыстно, служить друг другу, ставить какой-то формулой, слишком такой коварно-идеальной формулой для рабства. Я видел 11 видеороликов, выложили в интернет и разместили в газетах объявления о том, что требуются люди на работу, и, видимо, в том месте, где это объявление было размещено, было очень много людей, желающих найти работу. В этом видеоролике были собраны кадры из собеседований, видеоконференций с этими людьми, кандидатами на трудоустройство. Там были разные люди, мужчины, женщины разных возрастов, и менеджер в костюме с галстуком по видеоконференции объяснял условия новой работы и проверял на соответствие профессиональным требованиям новых кандидатов. И он описывал, в чем заключается эта работа. Работа называлась «Начальник управления». Он говорит, что вы должны будете постоянно быть готовы, вы должны быть всегда на чеку, вы должны быть всегда на взводе и всегда быть готовы вашему партнеру, с которым вы будете работать, оказывать максимальное содействие. И ваш рабочий день будет, ваша рабочая неделя будет составлять 168 часов рабочих. Люди не сразу поняли, что они услышали, что 168 часов это 24 часа умножить на 7. Какая-то круглая неделя. Он говорит, подождите, ну вот так, да. И у вас также, ваша работа будет постоянно на ногах, вы часто должны будете наклоняться, вообще всячески приспосабливаться к вашему партнеру, и у вас не будет времени на отдых, нет, никакого времени на отдых, на еду, но только когда ваш партнер поест, тогда вы сможете поесть сами, если это произойдет. Вы не сможете отдыхать, забудьте про отпуски и про выходные дни. И более того, во время общенациональных праздников, так как Рождество, Новый год, ваша нагрузка будет возрастать двояко. Люди, так они были в ужасе, говорят, что? Что вы вообще говорите? Такое, это же не бесчеловечное, вообще это законно? И меня же говорят, да, абсолютно законно, совершенно законно, мы можем даже вам законно показать, совершенно законно все это действие, не противоречит действующему кодексу трудовому. И, ну, хорошо, там как бы самый главный вопрос, ну хорошо, а зарплата какая? У всех был не мой вывод, то есть такая работа, ну, подразумеваются, там такие набавки за вредность должны быть, что? Ну, то есть, у них уже было предвкушение, по крайней мере, что вы услышите отказаться, уже знаешь, от чего ты потом говоришь, друзья, я вот от такой работы отказался, предлагаю. и что? И вы не будете от этой работы получать ровным счетом ничего, ноль. Вы должны будете при этом иметь степень в медицине, в кулинарии, в психологии и в развлекательно-массовых мероприятиях. Люди были невероятны, мы не можем, это в расчетстве, бесчеловечно, это невозможно, ни для одного нормального человека невозможно. Да, и мы контракт подписываем сразу несколько лет. Готовы? И кто-то сказал, ну, таких людей вообще в природе нет. И человек сказал, вы жестоко ошибаетесь, такие люди миллионы, если не миллиарды. Это мама. Надо было видеть, что происходило с этими людьми. Они говорят, мама, точно. Как я раньше не догадался. Как и все там слезились, плакали, говорили, мамочка, я тебя так люблю, ты такая вот по-настоящему, ты вот такая. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без отдыха, не разгибаясь, кулинарные, там, степени все медицинские, развлекательные массовые мероприятия и прочее. Да? И это был поворотным моментом для человека, для каждого. И Северопада приводил пример с матерью, также говоря о том, что вот это отношение между матерью и сыном, или матерью и дочерью, самое близкое подобие, самое близкое подобие бескорыстных отношений в духовном мире. Это самое близкое, до чего могут дотянуться человеческие отношения здесь, бескорыстие и служение. И смотрите, как интересно, с материальной точки зрения мать, она, то, что называется русским словом, лузер, потому что, лузер, потому что невозможно ничего получить от ребенка, особенно грудного, что можно получить? Никакого наслаждения, ни в каком виде. Насколько счастья она получает, служа бескорыстно, ничего не ожидая взамен. И вот эти близкие чувства, которые Шилапрапада называл самым близким подобием отношений в духовном мире, они могут помочь нам понять, что эти отношения идеальные, возможны. И можно построить целое общество из людей, которые просто согласятся поставить в свой центр жизни того, кто, как мы уже сказали изначально, вначале исполняет наши чаяния, восполняет все потребности души, и которые позволяют нам всем иметь столько счастья и полноты в своем сердце, что его хватает на бескорыстные отношения с другими. Вот это и только это по-настоящему является залогом, основой и фундаментом настоящего здорового общества, которым каждый из нас хочет жить и заслуживает жить. И мы здесь не присваиваем какую-то монополию себе. Мы готовы даже объявить, как называется, конкурс или тендер сейчас на лучшее достижение этого идеала. Любая общественная организация, идеология, мы можем мерить ее применимость и полезность в обществе по тому, с какой эффективностью и предсказуемостью она создает вот таких людей, которые могут жить, общаясь с другими бескорыстно. И, как мы уже сказали, много было попыток создать такие организации, общественные струи, были попытки создать большие или маленькие группы, но мы знаем секрет, и секрет заключается в том, что для того, чтобы жить таким образом, нужно черпать счастье внутри. А чтобы его черпать счастье внутри, нужно установить свою внутреннюю связь с тем источником вечного счастья, который внутри находится. И этот Бог, это Бог, и зовут его Кришна. Вот, поэтому я, на самом деле, совсем другую тему хотел сегодня обсудить, но пока так получилось, то я пообещал нашим гостям посвятить эту лекцию им. Вот я вам ее посвящаю и простите за несовершенство, надеюсь, что она, по крайней мере, какую-то ясность внесла в вас, вам, в то, чем мы вообще собственно здесь занимаемся, почему пляшем и поем, почему мы едим на полу, но не с пола, знаете, почему мы, ну там столы есть также в кафе, но говорим, почему мы читаем Бхагавадгиту, почему мы используем такие труднопроизносимые имена сансквитские, все это, как я сказал, уже детали, совершенно необязательно неважные детали, но суть, причина, по которой мы изменили свою жизнь, так как мы ее поменяли, и я могу сказать за всех, наверное, что мы, ну, слово не очень обычно звучит хорошо, но мы гордимся этим выбором, и гордимся не за себя самих, потому что, как мы сказали, мы сами для этого практически ничего не сделали, нам пришли и дали это вот таким образом, что мы не смогли отказаться просто, дали так привлекательно, что отказ выглядел просто равносильно безумию, но нам, мы гордимся за тех, кто принес нам это, вот за них мы гордимся, и оправдать их надежды мы можем только тогда, когда сами станем соответствовать тем идеалам, которые они воплощали в себе в полной мере, но как нам это удается, это не нам судить, это вам судить, нашим гостям, если вы придете на нашу программу во второй раз, то я, наверное, смогу предположить, что все-таки нам это удается до какой-то степени, в общем, вас за это поблагодарю, спасибо вам большое за ваше внимание, и какие-то, может быть, вопросы есть у гостей вначале, потому что те, кто завсегдатый и ходят на эти программы уже много раз, вопросы ваши приберегите для других программ, пока. Какие-то вопросы есть у вас, или дополнения, или, может быть, протесты, или крики типа, что же вы раньше мне не сказали, уже поздно. Я могу одну историю рассказать, если позволите. История всегда как бы делает объяснение или рассказ о философии такой достаточно абстрактной, применимой практически. я расскажу в истории о человеке, который реально поменял свою жизнь на 180 градусов и смог благодаря этому изменению поменять жизнь у многих других, так же резко и так же бесповоротно. Этот человек в свое время был одним из известнейших теннисистов США. И, может быть, даже миром. Его звали, или зовут, по-прежнему живет, и здравствует, его зовут Питер Бурвош. Вы можете носить его имя в энциклопедии в Википедии Питер Бурвош. И в свое время он познакомился за шивой проупады. Дело было на Гавайях. Рай для теннисистов на Гавайях, вообще для других людей тоже рай. Кроме тех, кто живет там постоянно. Но там мне рассказывали, что в Сан-Франциско, в аэропорту, откуда отправляются рейсы на Гавайях, рекламные щиты стеты, приезжайте отдохнуть на Гавайях. А на Гавайях стоят рекламные щиты, приезжайте провести время в Сан-Франциско. Что и то, и другое оказывается отличным от того, что люди додумывают, когда летят на Гавайи или в Сан-Франциско. Как кто-то сказал, в действительности все не так, как на самом деле. Вот. И он познакомился с шивой проупадой, и его очень сильно воодушевил шивой проупады, его философия, его, вот то, о чем мы говорим, целостности, удивительная, глубокая целостность, цельная натура. Но он, разумеется, и проупады никогда никого не подталкивал к таким резким изменениям, там, переехать вашим, стать монахом или еще кем-то. Он просто приходил проупаде и был очень благодарен за его общение, за время. Он был присутствующим теннисистом, молодым, красивым человеком, получавший много денег за эти выступления. Но он нашел в проупаде то, чего не мог найти нигде. Поэтому приходил и пользовался любой возможностью, чтобы провести время с ним. И каждый раз, приходя к шивой проупаде, он чувствовал себя должным дать ему какое-то пожертвование. Пожертвование — это не что-то такое обязательное, но человек, который испытывал благодарность, хорошо эту благодарность найти какой-то выход в словах или в письме или в каком-то подарке по отношению к человеку, к которому чувствуете благодарность. К тем же матерям, например. И поэтому, чувствуя благодарность шивой проупаде, он давал ему пожертвования. Достаточно большое по тем временам, он вспоминает, это было 300 долларов, он сделал это для себя какой-то такой частью духовной самодисциплины, жертвовать шивой проупаде каждый раз 300 долларов. Но он стал отмечать, что каждый раз, когда он это делает, после каждой своей очередной беседы, шивой проупада просто так откладывал эти 300 долларов на край стола, как что-то совершенно незаслуживающее внимания. Не то, что он был очень горд, но его-то немножко ранило. Ну как так, но это все-таки 300 долларов, это не 3 копейки, это вот серьезная сумма. Почему так вот кладет, даже не упоминая особенно об этом, ну спасибо и положил на край стола, не прячет никуда. И он это отметил, и как-то это продолжалось, их общение продолжалось, и в какой-то момент времени шивой проупаде уезжал из Гавайев, и Питер выскочил, чтобы проводить его. Он побежал к машине, и он очень хотел сделать проупаде последний перед отъездом пожертвования, свои традиционные 300 долларов. Он слал руку в карман, машина уже отъезжала, и в его кармане не нашлось все равно ничего, он не понял, что забыл бумажник дома. Но он был человеком дисциплины, и он должен был сделать пожертвование, это было бы просто непростительным для него, и он стал судорожно копаться в карманах во всех, во всем, в сумке, чтобы найти хотя бы какую-то сумму. Он ускорил 78 центов. 78 центов мелочью. И сгорая стыда, он протянул шире проупаде эту горсть мелочи и вручил им, высыпал им в руку. И он вспоминает, что произошло в этот момент. Проупада посмотрел на эту горсть мелочи, посмотрел на него, улыбнулся широко, и слепительный только сказал большое тебе спасибо. И он понял, что тогда пожертвования, которые были как-то даны от такого слегка от самомнения, от того, что вот смотрите, какую сумму могу пожертвовать, они были такими ценными в глазах великого святого, как горсть мелочи, которая реально была по сусекам собрана, и которых было все, что у него было в тот момент, и которые были даны при упаде не от гордости, не от положения собственного богатства, а из отчаяния и смирения. И реакция была совсем другой. И Питер вспоминает, что потом Шиловы Пад очень часто проводил до этого в разговорах с ним фактически, хотя они обсуждали боговат-гиду, Шиловы Пада заложил в нем, в его сознание, в его ум и понимание основы его будущей карьеры на много-много лет. Он стал очень, когда он закончил свою карьеру теннисиста, о чем отдельная история, он основал целый франчайзинг, целую сеть школ тенниса, которая постепенно распространялась по всему миру и стал очень популярным. Он также стал тем, что, кого называют, я не знаю, как по-русски это звучит, motivational speaker, то есть человек, который мотивирует других людей, который вдохновляет их, придает им цель жизни, воодушевляет людей ее достижимостью, объединяет два рубля этой цели. Понимаете, очень важные люди, которые могут вдохнуть энтузиазм других и привить им веру в собственные силы. И Питер Бурвар вспоминает, что Парупада дал ему несколько очень простых советов, очень простых советов, но неукоснительно следуя ему добился полного успеха в своем бизнесе. Очень простые советы, из которых, как и семечки, выросла вся вот эта его бизнес-империя впоследствии, его успех как лектора, как учителя, как вот этого мотивейшнл спика, и так далее. И я могу вам их перечислить бесплатно. Несколько советов Шивопада. Готовы записывать? Кто хочет записать? Их всего три. Вернее, их было несколько, но самое главное, которые дошли до нас, это три совета. Первый совет был в том, что пропадает сказал ему, никогда не поступайся своими морально-нравственными принципами. Никогда не поступайся. Чего бы тебе этого не стоило. И сразу иллюстрацию к этому. Питер очень глубоко и серьезно впитался в это наставление Шивопада. И на один раз на кубке, не помню, это был кубок мира или кубок страны, и так, начали очень ответственные состязания спортивные, на котором он должен выступать. И на кону было поставлено очень много. Он мог стать победителем очень престижного кубка, огромной, денежной премии. и денежной премии за перебрасывание мяча из одного угла поля в другое через сетку с максимально артистическими выпадами и криками. Оно вообще выходит за рамки моего воображения. Вот так и иначе. Он стоял на этом корте, и вы знаете, что в корте в теннисе, те, кто из вас играл в теннис, я не играл, но я слышал от невозмутимых авторитетов, которые мне об этом сказали, что для того, чтобы победить в матче в теннисе, необходимо занять стратегическую позицию и правильно подать. Если ты это сделал правильно, зная слабость и сильные стороны своего противника, то можно сказать, что половина выигрыша тебе уже обеспечена. И Питер встал на эту очень правильно выгодную позицию, чтобы подать. И когда он уже приноравливался к подаче, он вдруг заметил, что под его ногами ползают муравьи. Там оказался муравейник в этом месте. И муравьи оказались под его стопами, так же он их давил. И это шло вразрез с его моральными и нравственными принципами, которые запрещали ему без нужды, что очень, конечно, растяжимое понятие всегда, нужда, но без нужды причинять беспокойство, не говоря уж о гибрии других. Он, конечно, был строгим вегетарианцем, еще до того, как он познакомился, шил и пропадает. И так он начал, что ему был единственный выбор отойти в сторону и встать на другое место, которое было далеко не таким удачным для подачи. Он подал и проиграл. Проиграл и подачу, и турнир проиграл, также, и зумравьев. Но никогда об этом не жалел. Он говорил о том, что это была самая моя большая победа в моей жизни. Я стал себя очень сильно уважать за то, что сделал так и сделал правильно. Первый пример. Другой пример, когда он стал развивать свой бизнес и он имел очень много конкурентов. 17-18 конкурентов в такие же компании, как и он, занимались тем же самым. Из всех них выжил только он. И он приписывает свой успех к тому, что он строго неукоснительно преследовал этим принципам. Один раз ему предложили выкупить всю компанию целиком и заплатить огромные деньги, бастословные деньги конкуренты. Но поскольку в этой компании курили, что пришло вразрез с его моральными красными принципами, он не пошел на это и выиграл. И стал более успешным, чем они. Поэтому первый принцип. Никогда не поступайтесь с моральными и нравственными принципами. И второй принцип, который Шива Падан вложил в его сердце, заключался в том, смотрите, какие-то, казалось бы, достаточно мирские принципы, они имеют никакого отношения к духовности. Казалось бы, что прискорбно, потому что то, что морально-нравственные принципы должны иметь отношения к духовности непосредственно. Но так иначе даже в этом Шива Падан благодаря своему духовному влиянию и глубокому опыту и мудрости мог помогать даже таким людям, как Питер. И второй принцип, о котором он узнал о Шиве Падане, было то, что если ты лоялен и верен своим сотрудникам, то они будут лоялены и верны тебе. Никогда не подводи и не предывай их, сказал он о Шиве Падане. и рассказывая, что до сих пор у него работают сотрудники, которые учатся в штате его 20-30 лет и которые ни за что на свете не покинут его, потому что он верен ему. И так далее. Там много еще нескольких интересных принципов. Если кто-то из вас захочет их применить на практике, вы можете обратиться к первоисточникам, можете пригласить Питера к себе в компанию, чтобы он провел какую-нибудь мотивационную лекцию. Он берет примерно по 600 долларов за час или 6 тысяч, я уж не помню. И платят, смотрите. Но я привел этот пример для того, чтобы продемонстрировать, насколько всепроникающими, глубокими и всеобъемляющими являются те духовные принципы, которые принял Шива Падана. На этом фундаменте, фундаменте взаимоотношений с Богом, верховной личностью Бога, на фундаменте принципов, которые дал Шива Падана, на этом фундаменте по-настоящему основывается, покоится человечность человека. Вот это делает человека человеком и позволяет человеку оставаться человеком несмотря на любые испытания. Поэтому наш скромный дар, когда вы приходите к нам в гости сюда на эту посредственную программу, заключается в том, что мы пытаемся с вами поделиться тем, что делает человеков из нас. И мы очень надеемся, что и вы сможете что-то излечь полезное для себя и позволите нам продолжать служить вам и дальше. Давайте я второй раз закончу и спрошу снова, если какие-то вопросы в дополнение. Нет? А, вы сделаете записку? Неизвестно, от кого записка. три коротких вопроса. Первый. Получает ли слабый пол свойственную ему энергетику отношения соответствующих одежд? Если нужно уточнить, кого вы имеете в виду под слабым полом? Слабый слабый пол или слабый сильный пол? Какой-то... Наш, Олег, очень сложный тут, Бай, так однозначно переписать эту характеристику какому-то конкретному биологическому полу. Ну, я так полагаю, речь идет о женщина, да? Нет? С мужской стороны пришел вопрос. Ой, я, наверное, постерегусь на него прилюдно отвечать. Слабый пол, женский пол получает свойственную энергетику от защищенности. И защищенность означает не только физическая защищенность от мужа, который метр на два, а защищенность психологическая, эмоциональная, духовная. Метр на два имеет в виду вертикальную, не горизонтальную. Можно по-разному смотреть. Посмотреть. Есть метр. Муж, настоящий шкаф, просто лежит. метр на два. Защищенность имеется в виду не физическая, не только физическая, которая, разумеется, тоже имеется в виду, но главная защищенность это духовная защищенность. Муж должен быть примером в удушевленности, веры, верности духовным принципам, вот тому самому непоколебимому следуя морально-нравственному, идеалам, устоям, и лояльности своим кому? Кому? Подопечным в данном случае. Лояльности очень верные, очень важные качества. Если вы будете верны, можете также рассчитывать на верность. Поэтому это главное, то, что вдохновляет всех нас, вдохновляет одно и то же. Это забота, это внимание, и самое главное, личный пример. Поэтому мы не вправе требовать от кого-то чего-то, что мы не делаем сами. И мы не вправе также давать людям что-то худшее, чем то, что у них уже есть. И поэтому мы так смело приглашаем людей на наши программы, потому что это выше, чем то, что есть у кого бы то ни было в этом мире Кришна и служение Ему. Поэтому для того, что вдохновляет слабый пол, важно недостаточно надевать их в соответствующие одежды, в роботам и комбинезоны с ломом в руках. Это вы имеете по-другому. Нет, недостаточно. Необходимо обеспечить заботу эмоциональную, благодарить, например, за то, что они делают для вас и не обходить молчанием их усилия, их аскезы и трудности, которые они проходят ради послужения вам. Благодарить и признавать и отмечать и быть прекрасным примером. Только тогда по-настоящему можно рассчитывать, что энергетика будет не только сильной, но еще и правильной. Но сильной иначе можно обеспечить. Если по правильности я не могу ничего сказать. Второе, означает ли ношение слабым полом ковбойских джинсов и брюк? Знаете, здесь какой-то очень такой модельерский вопрос. Да, давайте мы как нет на него. Вот на первый вопрос я ответил, он был очень коротким, остальные, я, наверное, в частной беседе. Если вас интересуют про ковбойские брюки, мы потом поговорим с вами. Или еще вопросы есть? Нет? Последний вопрос? Принципы сказали? Принципы? Принципы? Принципы нельзя вопросов задавать, все боятся. Никто себя не считает преданным. про третий принцип. Про третий принцип я знал, что кто-то про него спросил. Ты специально вытаил. И третий принцип звучал так. Я про него практически сознательно умолчал, потому что Шиопада сказал Питеру, для того, чтобы твоя компания была успешной, обеспечь, чтобы люди, которые работают твоей компанией, те самые, по отношению к которым ты никогда не будешь идти на компромисс с морально-нравственными принципами, по отношению к которым ты будешь везен и честен и никогда их не предашь, чтобы все не следовали четырем регулирующим принципам 24 часа в сутки. Не просто когда они на работе, а вот это будет залогом успеха. Но я, теперь вы понимаете, почему я замешкался с озвучиванием этого принципа. Не пытайтесь применить его сразу к вашим компаниям, если они у вас есть. Но тем не менее этот принцип важен. И Петербург уже также отмечал и он говорит, что это было очень мудрым советом Шива Пропада. Я очень благодарен ему за то, что эти принципы впитал в общении с ним. Таких, как Питер, очень много, миллионы людей, которые поменяли свою жизнь, соприкоснувшись со Шива Пропада или даже с теми, кто продолжает следовать пути и величину примера Шива Пропада и их пример оказывается таким же животворным и таким же трансформационным, как пример самого Шива Пропады. Поэтому все продолжается. Спасибо большое за ваше внимание. Еще раз спасибо нашим дорогим гостям за то, что вы к нам пришли сегодня. Сегодня сейчас нас ждет дальше что? Знакомство с вами уже более личностное. Будет что еще? Я в твое учиться скажу. Арасин. И угощение в конце. Не можно сойти? Шива Пропада Киев. Да. Давайте поблагодарим Мадам Махану Пропаду. Прием! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok